Дяд, вот я вот сколько вот наблюдал, у него вот эта башка, кажется, вот он долбит, у него ни сотрясение мозгов, ничего не получается. Там у него вот эта башка так устроена, вот как отбойный молоток, вот там пружины, вот это все вот в терепе, это все там так встроено. У него специально вот так как, вот отбойным молотком бьешь тоже, вот точно у него как отбойный молоток, вот эта вся вот эта черепная коробка сделана таким способом, так что ему не повредит ничего. Вот он клюет. Он, этот дятел, никогда не пропадет, вот зимой, в любую стужу, потому что червячки, они вот в трухле, вот дерево трухлявое или все, и там этих короедов много. Я вот как-то пилил дрова, вот так расколол, да там такие черви, хоть сам ешь этих червей, такие питательные, вообще такие здоровые. Вот думаю, конечно, он дятел не пропадет, он нифига, у него дятла запасу вот так хватает, так он за зиму вот все деревья пролетит, очистит, а потом она уже к весне, это дерево лучше растет, он потому что всех короедов пыли, этот дятел, ну, можно сказать, санитар, он полностью все, весь лес от короедов. Он слышит от этого короеда, он на расстоянии, у него еще вот клюв сам длинный, клюв длинный, а еще язык, где-то в два раза больше клюва, вот этот язык. Он вот этим проникает, потом еще язычком туда вот так, и этот червячка так, вот так его как бы возьмет, как веревкой закрутит и вытаскивает на, раз вытащит. И вот так поедал на, ну, поедает этих всех, так что он не пропадет, этот дятел. Вот дятел, вот эти филины, тоже вот зимой они вот питаются, филины, мышей тоже зимой, мол, скажут, ой, мол, мышки зимой не выходят. Они выходят, они норки это делают специально в снегу и выходят, ну, на свет боженький глянуть и вообще, и они эти дырки почему в снегу делают, это вентиляция, чтобы вентиляция у них норочка, а потому что, когда снег, иногда погода теплая бывает, корка покрывается, там и душно, они задыхаются, короче, и вот эти, они стараются, ну, заблаговременно эти норочки делают. И у них вентиляция вентилируется, и они там хорошо бегают все на, а под снегом, под снегом травка растет, там зеленая, вот я вот сколько вот выкапывал, там натурально трава растет, зеленая, вот они этой зеленью питаются. Так что мышам, вот так жертвы, совам жертвы навалом, вот только птички вот такие, которые маленькие, склювы, вот как синички эти, а они вот, да, чуть-чуть голодают, их надо подкармливать, кое-каких. Особенно воробей этот, вообще глупый он, городской, типа, его в лесу нету воробья, он больше всего в городе живет. Вот так, птичек, таких надо подкармливать, кормить птичек, синичек, воробьев.